Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик Spinning of Nord Stream и сегодня хочу рассказать о нашей новой твичинговой серии. В экстра бюджете это серия Альянс Твич. В серии всего лишь три модели, длина у всех 7 футов, то есть 2,13 и три варианта теста 5,16, 7,23 и 10,35. Ну как и весь Альянс это очень бюджетные модели, рассчитаны в первую очередь на тех кто хочет попробовать и освоить твич, поэтому строй от типичных норстримовских твичинговых палок у него немножко отличается. Он все-таки не такой жесткий, не такой злой, прощает многие ошибки при твиче новичкам, но при этом на него можно нормально, уверенно, хорошо протвичивать приманки в обозначенном тестовом диапазоне. Коротко по технологиям, по материалам. Комель немножко стеклопластика, в основном графит, вершина полностью графит, кольца противозахлестные естественно, катушка-держатель это копия Fuji VSS, ну и Evo. Собственно говоря, как бы сильно много представителей не расскажешь, просто здесь достаточно простые материалы, чтобы попасть в нужную нам цену. И при этом как бы спиннинги достаточно рабочие, то есть вот на воде они со мной не первый раз, ловят, держат, просекают и главное, что протвичивает правильно, протвичивает воблер. То есть есть возможность ловить и подтяжками, есть возможность ловить легкими рывочками, а есть возможность ловить и ударной техникой. Ну я, например, больше люблю ударную, тут уже каждому свое. Дальше, что по работе. Давайте сделаем так, вот у меня сейчас в руках самый мощный, с тестом 1035 и висит на нем немножко покусанный, немножко уставший от щучьих зубов, воблер MaxQuad 160. Его вес 35 грамм. То есть вот это вот самый-самый максимум, который, собственно говоря, должна нормально протвичивать эта модель. Давайте смотреть. Делаем заброс. Ну, парень, чтобы полетело далеко. Близко это не полетит. Вес. И смотрим на работу именно бланка. Поведем мы его не, скажем так, вот не такими рывочками, да, а поведем мы его более-менее приемлемой ударной техникой, которая на самом деле и показывает реальный тест удилища по приманке. То есть вот я делаю удары. Прослабленная леска. Подаю вперед. Два удара. Что мы видим? В принципе, удилище работает на грани, но 160 MaxQuad оно протвичивает вполне себе уверенно. То есть работать можно совершенно спокойно. Никаких провалов нет. Все четко и уверенно. При этом спиннинги очень живучие. Специально старались сделать с учетом новичков и ошибок новичков, потому что там в лодке и на берегу все равно ошибки эти бывают. Приложили максимум усилий для того, чтобы полку было не то что совсем не ломаемое. Это невозможно, если это не чистое стекло. Но как минимум достаточно живучее и надежное. То есть можно даже немножко пожестить. Я сейчас пожестче ударю. Иногда требуется такая проводка, но достаточно редко, особенно для 160 MaxQuad. Настоящие. Примерно в реальной твитчинговой рыбалке такие паузы даются. По низам для модели 702 MH с тестом 1035 я взял репрайзер 90. Но он достаточно упористый веблерок, но в общем-то такая средняя классика. Давайте посмотрим, как он будет оторваться от низа. Не будет ли он выдирать приманку из воды при активном твиче. Делаем заброс. Заброс нормальный. Понятно, что это не MaxQuad 160, но вполне нормально летит. Заглубили и начинаем делать проводку. Нет, вполне нормальная, уверенная проводка. Спиннинг не выдирает репрайзер из воды. Давайте, знаете, что попробуем? Сделать очень легкий ударчик. Именно вот такой тычочек. Посмотреть, справится ли. Будет ли ощущаться вот эта вот работа. Да? Вполне себе нормально. То есть, что я показал сейчас? Я показал сейчас, что низа и верха у теста 1035 702 MH абсолютно честные. Именно по твичеевой проводке. Понятно, что веса забрасываемой приманки может быть больше. Я бы сказал, что здесь уверен, там 40+. Вот. Но сделать именно рывковую проводку воблеров 40 грамм, я думаю, у вас не получится. В целом, показал верха, показал низа. Но под что бы я рекомендовал эту модель. Вот эта модель идеально подойдет для воблеров от 100 до 130. 150-160 надо смотреть по упористой с лопатой. Ну, а, соответственно, меньше сотки тоже по упористой. Вот репрайзер достаточно упористый, можно твичить совершенно спокойно. Например, какой-нибудь ридж 90, я вот не уверен, что он нормально протвичит. Вернее, я уверен, что он не протвичит нормально. Все-таки сопротивление у риджа намного меньше. Для этого есть другие модели. И давайте сейчас посмотрим. Я буду потихонечку спускаться. Следующая модель. Альянс Твич 702 М. С тестом 723. Собственно говоря, вот сейчас я покажу, как она работает на верхах. Это самый, пожалуй, легкий в управлении для новичка воблер из 130-х. Это Максвад 128. И давайте посмотрим, насколько она нормально его продернет. Вот там сейчас сыграла щука, мы сейчас туда и кинем. Заброс вполне себе. Заглубляем. Вот это надо обязательно делать по двум причинам. Во-первых, мы контролируем, нормально ли у нас упал, приводился воблер. Чтобы понять, что он не перехлестнулся. И во-вторых, этим же самым мы заглубляем приманку уже на глубину примерно метра полтора. А дальше начинаем неспешный, но достаточно агрессивный твичинг. Ну вот, у спиннинга тест 23 грамма, вверх по твичу. А Максвад весит 21,5. Вот, скажем так, совершенно спокойно справляется, все четко, провалов нет вообще. Соответственно, твичить 130-й, ну, практически все, наверное, за исключением лонг билла, у которого очень большая лопата, можно совершенно спокойно. Потому что я сейчас специально, как бы, делаю достаточно жесткие ударчики. Как раз тот момент, когда спинник максимально нагружается при твичинге. Так, ну, верха посмотрели, теперь низа, альянс твич 702М, 7,23, 7 грамм, классика жанра Тани Моголом. Смотрим, как все работает. Единственное, поводок я укорачивать не стал, здесь можно легко остаться без воблера, поэтому 35 сантиметров наше все. Заброс вполне, то есть, для своего веса воблер идти достаточно далеко. И начинаем проводку. У нас тут еще боковой ветер чуть-чуть мешает, но это не страшно. Вот я сейчас специально прям теник, это вечер, легкими-легкими движениями, как он, в принципе, должен твичиться. Смотрим. Ничего из воды не выныривает. То есть, вершинка амортизирует удар в достаточной степени для того, чтобы воблер именно работал, а не как припадочный судорожный, дергался в воде. Так, не сверх модели 7.23 я показал, но подо что бы я рекомендовал вообще этот спиннинг, когда он раскрывается максимально полностью. Пожалуй, это от 90-х до 110-х размеров. Вот этот вот промежуток, вот с ним, с этой моделью спиннинга, работа как бы этими углерами будет оптимальна. Да, можно ставить не сильно упористые 130, как я показал на MaxQuad. Можно ставить относительно упористые, даже вот 70-ка у меня прошла, но понятно, что это не лучший вариант. То есть, 90, 110, 115, вот идеально для этой модели. Последняя модель в серии Allianz Twitch, это Allianz Twitch 702ML с тестом 5.16. Собственно говоря, вот здесь достаточно спорный момент есть один, потому что 5 грамм вроде бы говорит о том, что можно ловить на совсем-совсем маленькие воблерочки. Но, если говорить объективно, то либо у вас ловля действительно на 5, 6, максимум 7 миллиметров, то это нужны абсолютно другие спиннинги, уже другого легкого класса, с другой геометрией, с другой работой. То есть, для чего же тогда сделаем вот этот Allianz Twitch? В первую очередь, эта работа идеальная 70-х, 80-х, 90-х средней упористости. То есть, если вы, например, ловите не какого-нибудь маленького окунька, и тем более не белую рыбу на воблеры, а ловите именно в основном щуку, окуня, вот эта модель сделана для этого. Задача не только забросить и провести, но еще и удержать и взять, потому что очень часто более легкие и более тонкие в комле спиннинге просто не справляются с вываживанием, если условия вываживания достаточно жесткие. Поэтому показываю, значит, вот этот вот верх, это Smash Me No 110 плавающий, весовый 16 грамм, вот прямо вот самый-самый верх этой модели. Давайте смотреть, что происходит при забросе. Понятно, что улетело далеко. Заглубляем и теперь смотрим, проваливается ли. Smash Me No достаточно упорист, поэтому это великолепный индикатор, как бы справляется ли спинник со своим верхом теста. Вот делаем достаточно активную вечеринговую проводку. Все нормально, провалов нет как класса. Я думаю, что в принципе, умеющим можно, понятно, что и более даже тяжелый и чуть более упористый воблер провести, но я бы уже не рекомендовал, все равно игра будет немножко смазанная. Здесь проблем нет. Ну и последний в данном обзоре воблерочек. Альянс Твич 702 ML, тест 5-16. Вот такой трикоролочек. Очень маленький, 67 миллиметров, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Как я уже говорил, конечно же, это не идеал для этого спиннинга. Если целенаправленно твичить вот такими размерами, это нужно что-то более легкое. Но если вдруг надо, в принципе, им работать вполне можно. Давайте смотреть. Вот здесь, чтобы забросить таким малышом спиннинг, в принципе, надо уже подзагрузить самостоятельно. То есть понятно, что по 5 грамм вот такой вот строй и жесткость особо не нагрузит. С другой стороны проводка, вот она, она идет. Вполне себе нормально. Я четко контролирую вот эти вот движения воблера под водой. Даю правильную паузу, правильную амплитуду рывков. И, соответственно, задаю правильную ударную технику, правильную силу приложения удара. Вполне себе нормально работает. Из воды не вырываем, скажем так. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, все. Все, что хотел сказать, я сказал. Если у вас появятся вопросы, примерно в течение пару недель после выхода этого видео, задавайте прямо под видео. Если буду на рыбалке, отвечу сразу. Буду на рыбалке попозже. Вот. Если вдруг вопросы возникли позже, ВКонтакте, Росвишинг, там меня найти, в принципе, можно. Не стесняйтесь, спрашивайте. Че знаю, что смогу, как бы отвечу, чем смогу, помогу. Подписывайтесь на канал. Если хотите узнавать о новинках Нарстрима. Вот. Ну и ни хвастай, ни тиши. Увидимся на воде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова